Это всегда приятно. Что я хочу сегодня сказать? Хочу сегодня делиться с вами словом. Давайте мы с вами помолимся. Я доверяю, что сегодня Дух Святой поможет сегодня донести это слово до сердца каждого из нас. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, пришло сейчас время слышать Твое Слово. Твое Слово, Господь, оно живо и действенно. Твое Слово, Господь, Библия, Слово Твое, оно оживает, Господь, когда попадает в сердце каждого из нас, удобренное, сдобренное Духом Святым. Господь, я молюсь Тебе и прошу Тебя сегодня, чтобы Ты по-особенному это слово сегодня растворил в наших сердцах. Раствори, Господь, дай, чтобы это слово, оно созидало нас изнутри. Дай сегодня, чтобы слово, Господь Твое, принесло ответ на каждый вопрос, на каждую нужду, на каждый вызов, Господь. Но самое главное, Господь, пускай слово Твое обильно будет приправлено Твоей благодатью и Твоей любовью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хочу сегодня проповедовать, донести Слово Божье на следующую тему. Бог, или Он, Бог, все еще повелевает штормам. Бог все еще повелевает штормам. Вы знаете, я хочу прочитать вам одну историю, и как всегда, я бы хотел, чтобы эта история, она была, есть красивое слово, так я его люблю очень, оно мне нравится, я вас познакомлю с этим словом. Кого-то познакомлю, кому-то напомню. Есть такое слово релевантно. Кто знает, что оно означает? Есть у нас фееричный человек, Богдан, который знает, что это слово. Слушайте, слово релевантно, это классное слово, это неплохое. Оно означает, оно очень подходит. Не надо говорить про одежду, это нерелевантно. Релевантная история может быть, вы поняли? Так вот, эта история, на мой взгляд, она очень сегодня подходит к нашим обстоятельствам. Очень, ну прям для меня она вообще очень подходит к каждому из нас. Я прочту вам эту историю, она у нас звучит следующим образом. Она у нас из Евангелия от Луки, можете записать себе или открыть у себя в Библии. Евангелие от Луки, 8 глава, с 22 по 25 стихи. В один день Иисус вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на другую сторону озера. И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подойдя, разбудили его и сказали, наставник, наставник, мы погибаем. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды. И перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, Кто же он, что и ветрам повелевает, и в воде, и повинуются ему? Друзья, если я задам вопрос, кто из верующих, из христиан, из нас с вами, кто хотел бы, чтобы Бог, я себе записал это так, останавливал любые штормы в твоей жизни? Абсолютное большинство верующих, абсолютное, я вас уверяю, абсолютное большинство верующих в этот момент не скажут, нет. Они прокричат, да. Да, ес, я бы, я бы, эх, я бы, я бы сделал. Но, но, друзья, к сожалению, для большинства верующих, их взаимоотношения с Богом и познание Бога заканчиваются именно на этом, да. Я хочу вам сказать, для большинства верующих людей, к сожалению, Евангелие, вся история, вся Библия, вся история взаимоотношений с Богом и вообще все взаимоотношения с Богом, они укладываются абсолютно в эту историю. Абсолютно укладываются в это место из Писания. Я плыву, мне тяжело, я обратился, Бог помог, запретил штормовать, аллилуйя. И на этом точка. Я сегодня хочу, вы знаете, я очень люблю, как я уже говорил, я люблю копнуть, я люблю посмотреть, люблю задать вопросы себе, люблю общаться с Богом, задавать с Ним вопросы, это прекрасно. И знаете, у меня в этой истории есть одна нестыковка, которая меня очень сильно удивляет. Я убежден, она должна удивлять каждого человека, кто пытается разбираться в Писании. Давайте мы рассмотрим эту историю чуть-чуть поглубже. В этой истории есть четыре интересные компонента. Четыре интересные компонента. Первый. Ученики плывут на лодке, Иисус Христос, Сын Божий, спит среди них. Обратите внимание, друзья, ну вот смотрите, иногда мы ездим, вот когда мы ездим в наши капелланские поездки, мы едем ночью, да, бывает часто, вот едем там с пастором Иваном, Рома с нами иногда, и мы разговариваем. Как-то ездили с Артемом, Артем, говорю, как ты, спать не хочешь? Он говорит, я вообще в дороге спать не могу. То есть мы разговариваем. И вот смотрите, друзья, ученики Иисуса Христа знают, что Он Сын Божий, переправляются с Ним на лодке в озере, и написано, пока Он с ними переправлялся, Он ушел спать. Как вы думаете, почему? Не-ну-ну-ну, послушайте, с ним никто не разговаривал, скорее всего. С ним никто не общался. Смотрите, он, ну, плывут, знаете, вот здесь такое неловкое молчание. Я, так, чуть-чуть интроверт, но чуть-чуть экстраверт. И знаете, у меня есть старший сын, он вообще полный интроверт. И вот мы, когда с Ильей едем, в машине бывает, знаете, ты с ним едешь пять минут, он молчит. Десять минут, он молчит. Двадцать минут, он молчит. В двадцатой минуте меня начинает так, знаете, напрягать. Я не понимаю, что случилось. Знаете, сразу мысль, что я не так сделал. Вы когда-нибудь были в одной лодке с интровертом? Попробуйте, друзья, попробуйте. Вы удивитесь, еще раз говорю, если вы экстраверт. Он сорок минут может молчать, потом, знаете, он что-то говорит. И потом говорю, слушай, мы молчали, он, а что, нормально? Ему вообще, он абсолютно себя комфортно в этом чувствует. Я в этот момент, у меня уже восемь раз поменялась полярность внутри, понимаете? Я уже не понимаю, где я, что и как, где я, что не так сделал. Кто сталкивался с таким, кто понимает сейчас, о чем я говорю. Никогда не сталкивались с интровертами? Если вы экстраверт, это просто вещь. Это та еще штука. Так вот, слушайте, друзья, Иисус уснул. Он хоть и не интроверт, но походу с ним никто не разговаривал. Второе, друзья, поднимается шторм, и уверенность учеников вдруг в успешном завершении путешествия улетучивается, как туман на утреннем солнце. Вот так, мгновенно. Вы заметили? Тут они такие, бравые ребята, в лодку прыгнули, Иисуса посадили, поплыли, плывут, грибут, молчат, и тут вдруг начинается шторм, и прочитайте, что там написано, они в панику пришли. У них стала паника. Третья, третий компонент этой истории, они вдруг будят Иисуса Христа, и слушайте внимательно, какие заботливые люди, да? Вот они будят его и сообщают ему самую важную новость, мы погибаем. Шеф, все пропало. Вот вы скажите, разве нам, разве вам не напоминает эту историю в вашей жизни? С чем мы приходим к Богу? Чаще всего, Бог, все пропало. Бог, ты знаешь! Я очень, возможно, удивлю вас, но он с вами в одной лодке. Я, возможно, еще раз удивлю вас. С первого вздоха вашего на этой планете Земля Бог плывет с вами в одной лодке. Вы в курсе об этом? Он плывет с вами в лодке вашей жизни, не только семейная жизнь, не только лодка семейной жизни отправляется от причала с названием свадьба, в причал до названия до последнего дня будем вместе. Нет, с первого вздоха в лодке вашей жизни Бог плывет с вами. Он плывет с вами, когда вы там в коматозе ходите, он плыл с вами, он на все это смотрел, говорит, Господи, сам себе молится, говорит, Господи, помоги ему. Ну, это я так утрирую, конечно. Он вместе с вами. И вот здесь Бог плывет вместе с ними, а они его будут и сообщают ему, мы умираем. Но четвертый компонент, слушайте, он меня вообще удивляет. Вот четвертый компонент истории звучит следующим образом. Христос, просыпаясь, повелевает шторму утихнуть, и ученики, изумленные этим, то, что произошло, внимание, задают вопрос, кто это? Вас ничего не удивляет? Что за пассажир безбилетный в нашей лодке? Кто это? Кто задает этот вопрос? Кто задает этот вопрос? Ученики кого? Которые с ним сколько ходили? Уже несколько лет. Они с ним кушают, они с ним спят рядом, они с ним проходят сложности какие-то, они с ним там колоски, чудеса, все остальное, и они задают вопрос, какой? Кто это? Ну, слушайте, меня очень удивляет эта история, меня она реально удивляет. Она меня удивляет, друзья, но еще больше меня удивляют две вещи. Первое, что это спрашивают его ученики. Второе, о том, что мы чаще всего с вами должны задавать этот вопрос тоже. Нам приходится задавать этот вопрос. И вот это, вот это, я по этой причине сегодня хочу вам сказать, друзья, Бог сегодня, Он по-прежнему повелевает штормам. Вы знаете, откуда возникает такая нестыковка? Почему возникает такая нестыковка? И поверьте, она не только в жизни учеников. К сожалению, она имеет место сегодня в жизни и детей Божьих также, в жизни христиан. В чем причина, друзья, что Бог, который плывет с нами в одной лодке, внимание, Он плывет с нами в одной лодке, но Он спит на корме. Где-то там, сзади нашей жизни. Причем не просто, а Он спит. Он как бы присутствует, а отсутствует. И знаете, я заметил, ведь это же не новинка для многих верующих. Ты веришь Бога? Да. А что ты живешь так, как будто в Него не веришь? А потому что Он в моей жизни где-то там спит, где-то там, на корме. И поэтому, естественно, когда в нашу жизнь приходят какие-то штормы, что большинство на людей начинает делать? Кричать. Мы погибаем. Мы погибаем. У нас ничего не срастается. Все плохо. Все становится не так, друзья. Почему? Я вот записал. Проблема многих верующих в том, что в лодке нашей жизни Бог во всем своем величии спит где-то на корме, а мы сами рулим прямо в шторм. Мы сами, друзья, мы сами решаем вот берем свою лодку. Куда они плыли? Всем понятно? Озеро Генесарецкое переплывает. Вот тут один берег, вон другой берег. Один причал, второй причал. Мы плывем с одного причала в другой причал, с одного порта в другой. Все ясно, все понятно. Погребли, гребут, и попадает шторм. Но минус этой истории в том, что Иисус находится в это время там. Он спит. И ничего не происходит. То есть буквально мы находимся в одной лодке с Богом, но не с Ним. Еще раз повторяю, слушайте внимательно. Мы живем в одной лодке с Богом, но при этом совершенно не с Ним. Вы понимаете? И это проблема. Вы когда-нибудь разговаривали с человеком, разговаривали о серьезных вещах с человеком, который в это время что-то в телефоне делает? Сам такой, да? Вот как твои дела? Нормально. Все хорошо? Да. Пошли прыгнем с крыши. Да, да, да. Да, сейчас, через пять минут, секунду, сейчас, сейчас, да. Вот сейчас, сейчас уже. Вы разговаривали когда-нибудь? Друзья, я вам хочу сказать, это она с вами, это же мы с вами. Мы так примерно, плюс-минус, мы разговариваем с Богом. Потом речь, я же тебе сказал, что я тебя бросаю. Когда? Четыре года назад. О, что, у тебя четыре года уже нету со мною. Ребенок как-то пришел, маме говорит, говорит, мама, ты мне обещала. Он говорит, да, да, да. Он говорит, когда? Я говорю, вот, помнишь, да? Я говорю, ты кивала головой, а он срисовал, мгновенно это. Понимаете, друзья, мы вот так, мы вроде бы с ним. Вопрос, вопрос к вам. Читай эту историю. Где находился Иисус? Скажите, пожалуйста. В лодке, правда? Скажите, пожалуйста, Иисус может, они знали, что Иисус воскрешает мертвых? Знали. Они знали, что Он исцеляет больных? Они знали, что Он изгоняет бесов? Да, да, да. Они все это знали. Почему они сказали, мы погибаем? Потому что Он находится в их лодке, но при этом спит и где-то на корме. Его задвинули. Я хочу вам сказать, друзья, возможно, вас сегодня это не тронет, но мне бы очень хотелось, чтобы потом, может быть, вас это тронуло, попозже чуть-чуть, чтобы это опечалило ваше сердце, что, возможно, сегодня в лодке вашей жизни Он тоже есть, но тоже спит. Вот представьте себе, есть же здесь жены, жены, у вас есть мужья? Представьте себе, что ваш муж будет такой себе, спящий в Сиэтле. Вы утром проснулись, он спит. Вы днем ходите, а он спит. Вы вечером приходите, а он спит. Вы ночью, а он спит. Вы утром, а он спит. Наверное, вы зеркальце поднесете, да? Может уже не спит? Может уже нет? Нормально, дыхание ровное, пар выступает, а он спит, он продолжает спать. Я вам хочу сказать, друзья, это смешно, но еще раз повторюсь, точно так же это примерно плюс-минус происходит где-то и в нашей жизни, в нашей жизни. Именно по этой причине, друзья, для большинства из нас, для большинства, для многих верующих какие-то штормы в жизни, они звучат настолько устрашающе, настолько угнетающе, вы понимаете? Вот настолько буквально, вы скажете, нет, это не так. Вы знаете, я вчера, кто видел, может быть, мы сделали такую компиляцию небольшую, день 24 февраля 2022 года, год назад, который был, помните, там эфиры, и я помню, мы находились как раз в 5 утра, там вот эти все сирены, которые только включились во Львове, и я сразу, я помню, позвонил пастору Свете, пасторам, я говорю, друзья, каждый час выходим в эфир, давайте по возможности выходим в эфир, успокаивать людей, и знаете, ой, спасибо, ну там эфир ведешь, можно почитать прямо комментарий, спасибо большое, я волнуюсь, я переживаю, вы скажете, ну конечно, я тоже переживал, по-человечески, ну как бы ты переживаешь, но меня удивило следующее, меня удивило, что когда произошла такая трагедия, многие верующие, они были в панике, что такое для меня паника, для меня паника, это означает страх, который перерастает в неконтролируемые поступки, неконтролируемые выводы, неконтролируемые решения, хаотичное движение, хаотичные какие-то мысли, и так далее, и так далее, вот это паника, то есть никто не говорит, что не надо бояться, я с начала войны говорил, и продолжаю говорить, это нормально бояться, нет ничего плохого в страхе, страх это нормальная реакция организма, если вы ничего не боитесь, у вас что-то не в порядке с головой, я вам серьезно говорю, Человек не может не бояться, мы должны бояться, но человек, у которого в лодке Иисус не спит, он понимает, что не все пропало. Вы понимаете это? Но если в твоей лодке Христос есть, но он спит где-то там сзади, сбоку твоей жизни, тогда злой день он будет тебя пугать. Ты будешь его бояться. Будешь бояться не потому, что он страшный, а будешь бояться, потому что в этот страшный день ты не знаешь, чего тебе ожидать. Тебе становится страшно, потому что тебе кажется, что действительно все пропало. То есть выводы, к которым приходит человек в такие сложные времена, они его начинают пугать. Знаете, кто из вас когда-нибудь просыпался ночью от того, что там какие-то мысли, переживания, проблемы, бывало такое? Там в два, в три ночи. Кого такое было? Бывало. А кто мне скажет, чем характерны такие просыпания? Ты не можешь заснуть потом. В этот момент ночью, когда вокруг темно, никаких раздражителей особенно нету, приходят самые странные выводы. Тебе начинает казаться не просто, что все пропало, все. Если у тебя где-то болит ноготь, ты думаешь, что утром уже все, ампутировать ногу будут. У тебя где-то там живот чуть-чуть что-то заколол. Уже все, там уже четвертая стадия, восьмая стадия пошла. Кто понимает, о чем я говорю? Бывало такое у вас по ночам, да? Все, оно у тебя так происходит. Это неконтролируемо. Почему? Есть психологи, они отводят для этого, врачи отводят для этого отдельное определение. Дело в том, что отсутствие внешних раздражителей оставляет тебя один на один с страхами. И ты начинаешь в этот момент как женщина. Знаете, как женщина мыслит, да? У женщины есть, называется, матрица выводов, матрица принятия решений. Вы знаете, что на любое событие есть множество решений? Знаете об этом? Как мыслит женщина обычно? Женщина из множества решений выбирает худшее. Потом из худшего решения у нее создается новая матрица, из которой она еще вновь выбирает худшее. Потом из этой матрицы, из нового решения она новую создает матрицу, выбирает худшее. И потом она говорит, все, все пропало. Ну, это женщины без Бога так говорят, правда? Но если в твоей лодке Иисус есть, и он не спит, в этот момент Иисус, знаете, иногда что делать? Посмотрите на меня сейчас, иногда он делает так. Откройте. Все стою и стучу, открой. Кто-то думает, только сюда стучит. Нет, он иногда еще сюда стучит тоже. И вот он стучит, говорит, я хочу войти. Я честно, я не знаю, как вы, я люблю истории вот такие раскладывать. Ну, реально, скажите, что они сказали Иисусу, когда разбудили его? Мы погибаем. Мы погибаем, все. То есть, вы понимаете, каким выводом пришли эти люди? И причем же, смотрите, шторм начался, они не сразу его разбудили, чуть-чуть попозже. Надо же время раскрутить вот этот маховик смерти. Мы погибаем. Я хочу вам сказать, друзья, почему такое происходит. Я задал, написал такие три вопроса. «Знаешь ли ты, кто сегодня утром был у твоего изголовья, когда ты еще спал? Знаешь ли ты, кто рядом с тобой, когда ты попадаешь вот в эту панику, маховик, водоворот паники среди обстоятельств сложных? Знаешь ли ты, кто тот, ну тот, знаешь ли ты того, кто спит, что тот, точнее, кто спит в твоей лодке, он все еще повелевает штормам? Знаешь ли ты об этом? Не забыл ли ты об этом? Я хочу вам провести несколько мест из Писания. Девяносто восьмой псалом, первый стих. Написаны следующие слова. «Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля». Правда, ободряющее место из Писания? Я хочу вам сказать, сегодня утром, когда вы спали, у вашего изголовья стоял этот Бог. Давайте еще раз прочту вам. «Господь царствует». Вопрос, царствует ли Он сегодня? По-прежнему царствует. Он не умолялся. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Я знаю, что у многих людей, у многих верующих, знаете, мы же такие люди, мы, знаете, мы, да, киваем, аминь, все. А потом говорят, ну у меня есть вопросик. Почему до сих пор война не закончена? Почему до сих пор Бог Путина там на место не поставил и так далее? Я вам хочу сказать, друзья, Бог мастер многоходовочек. Вот просто посмотрите, если вы давно уже с Богом, оглянитесь назад. Как вам история вашей жизни? Что Он не выводил никогда вас? Выводил всегда. Просто Он создает многоходовки, которые никогда не проигрывают. И вот здесь я хочу, чтобы мы поняли с вами, почему трепещут народы? Да потому что они понимают точно о том, что ты не можешь победить Бога, у тебя не удастся. Вспомните историю Египта, фараона, израильского народа. Скажите мне, пожалуйста, когда Моисей пришел, и его жезл, он стукнул, он превратился в змею. Кто мне скажет, фараон прям сильно испугался или нет? Нет, он вообще не испугался. Кстати, он вообще не испугался. Он говорит, зовите ко мне моих придворных чудодеев. Пришел, говорит, а ну-ка, тебе пух, побросали змеи. Фараон, наверное, стоял в этот момент и говорит, «Ну, где твой Бог?» Кто мне скажет, после первой казни фараон поменял свою точку зрения? Нет. После второй казни Бог поменял свою точку зрения или нет? Нет. Ой, извините, фараон поменял свою точку зрения? Нет. А кто мне скажет, чем закончилась вся история? Смертью фараона. Теперь, внимание, вопрос. Зачем 10 казней было? Вы не понимаете? Я вам объясню тогда. Слушайте внимательно. 10 казней необходимы были, внимание, не для фараона. Бог и так знал, что его вообще никак, его придется убить. Он четко понимал, что даже смерть собственного первенца, она не повлияет на него сильно. Знаете, для чего нужны были 10 казней? Чтобы израильский народ обратился к Богу. Иногда нам кажется, что Бог долго терпит, но Он не долго терпит. Иногда нам кажется, что Он медлит или Он не может что-то сделать. Нет, друзья. В этот момент Бог работает с твоим сердцем. Для чего? Чтобы ты понял, что когда приходит шторм, не нужно в панике бегать по лодке своей жизни и кричать всем, все пропало. Мы погибаем, мы погибаем. Что всего лишь навсего, если бы ты вовремя разговаривал с Богом, Он бы не уснул в твоей лодке. И если бы Он не уснул, то когда начался бы шторм, Иисус бы тебя обнял и сказал, ну как? Ты бы сказал, да все класс. Все хорошо. Второй вопрос, ответ на второй вопрос. Давайте прочитаем такое интересное место из Писания. Книга пророка Наума, 1 глава, 5 стих. Горы, горы трясутся перед Ним. Холмы тают, и земля колеблется перед лицом Его, и вселенная, и все живущее в ней. Друзья, почему мы об этом забываем? Когда в твоей жизни меняются обстоятельства, когда в твоей жизни обстоятельства сгущаются настолько, что они превращаются в шторм, и тебе кажется, что ты погибаешь, почему мы не вспомним об этом месте из Писания? Почему это место из Писания? Вдруг, давайте еще раз прочитаю. Горы трясутся перед Ним. Горы, друзья. У кого иногда мы говорим, у меня гора проблем? Ну так горы трясутся перед Ним. Но они же перед Ним трясутся. То скажут, ну послушайте, ну это же все фольклор еврейский. Я не знаю, как у вас, друзья, еврейский фольклор, но я точно понимаю, точно знаю о том, что... Ну смотрите, ну давайте возьмем. Окей. 70 лет Советский Союз, коммунистическая партия, коммунистическая власть пыталась, что-то там пыжилось, тыжилось. Кого они первым убрали из обихода? Бога. Они сказали, Бога нет. Чем закончилось, скажите? Мы на вене ока. Третий рейх. Гитлер сказал, я все переделаю, я всех евреев убью. Серьезно. Ну просто, друзья. Скажите мне, пожалуйста, ну чем закончилась эта история? Таблетку выпил, отравил себя, для верности еще застрелился. Поймите, друзья, горы тают, трясутся, написано, горы трясутся перед ним, холмы тают, земля колеблется пред лицом его, и вселенная, все живущее в ней. Когда ты в следующий раз столкнешься с обстоятельствами, сложными в своей жизни, вспомни об этом нести из Писания. Просто вспомни о нем. Давайте еще одно место из Писания прочитаю вам. Вот то, которое мы говорили. Смотрите. И подойдя, Евангелие от Луки 8, 24. И подойдя, разбудили Иисуса и сказали, наставник, вообще, ну просто это наставник, тот, от которого мы учимся, тот, которого мы слушаем, тот, который нас наставляет, дает нам мудрость и так далее. Наставник, мы погибаем. Мне нравится эта мысль. Знаете, мне нравится эта мысль, когда иногда в семьях, бывает такое, да, жены приходят и говорят, у нас все плохо. А муж такой, в смысле, где? По сторонам, где плохо? Где? Знаете, понимаете, о чем я говорю? Женщины, они же там более чувствительные, они же там все, у нас все плохо. Где плохо? Как? Что, плохо? Да, все ужасно. А потом она говорит, я не знаю, что будет дальше завтра. У меня такой вопрос, а вы что, вчера знали, что будет сегодня? Вы вообще знаете, что будет завтра все? Нет, я не в курсе, если честно. А что вас это пугает в какой-то момент времени? Нет, ну смотрите, честно, а что вас пугает, если вы и так не знаете, что будет завтра? Меня пугает неясность завтрашнего дня. А вчера вас не пугала неясность, которая была тоже? А позавчера чего она вас не пугала? Просто в этот момент, смотрите, вы пришли в панику. Но вспомните, кто ваш наставник? Надо бы вспомнить, кто мой наставник? Христос. Смотрите, наставник, наставник, погибаем. Но он встав, запретил ветру, волнение воды и перестали, сделалась тишина. Друзья, я хочу вам сказать, сегодня Иисус точно так же находится в лодке нашей жизни. В лодке вашей жизни находится Иисус. Знаете, в чем проблема? Он спит. Он спит. Мы перестали тревожить его своими молитвами. Мы перестали тревожить его своим вниманием. Мы перестали тревожить его своей любовью. Мы перестали тревожить его своим служением. Мы перестали тревожить его своими откровениями. Мы перестали тревожить его своими радостями, своими горестями. Мы перестали его тревожить. Да я сам со всем справлюсь. А что ж тогда, когда проблема приходит, вдруг ты бежишь к нему? Знаете, я для себя записал, друзья, такие есть несколько важных вопросов на которые нужно каждому из нас но ключевое слово молитвенно ответить самим себе значит такое молитвенно разговаривать сам собой давайте я вам объясню в обычной жизни как мы разговариваем я сейчас объясню разговор мужчин я мужчина разговор мужчин возможно у женщин чуть по-другому ну пускай ладно у сестер у мужчины примерно так господь я прав давай поговорим господь виновата жена давай ну ну давай пообщаемся ну как бы ну если есть смысл в этом вот что такое молитвенно для меня разговаривать молитвенно разговаривать когда прихожу в начале я молюсь или господи ты знаешь точно не я ты понимаешь точные причем послушайте я сейчас говорю о искреннем молитвенном размышлении господи я сейчас чувствую себя примерно наверное как помните иисусу когда пришли желая оправдать себя они начали его спрашивать в том мой ближний очень сложно отвечать на вопрос когда человек в вопросе пытается себя оправдывать так вот я объясняю вам давать еще раз что такое молитвенно размышленно размышлять или разговаривать с богом молитвенно размышлять это когда ты априори понимаешь о том что ты не прав а бог прав и ты не испытываешь малейшего дискомфорта в этом по этому вопросу здесь есть кто-нибудь кто считает что вы правы по жизни я не считаю себя таким например ну я не вижу себя таковым потому что я знаю себя и я понимаю что мое самое идеальное решение возможно на фоне мнения или решения других людей оно ничего но я то знаю насколько она корявая корявая в глазах бога есть такое выражение кто-то слышал возможно победителей не судят кто слышал победителей не судят что это означает это означает что когда триумфатор вступал в столицу его все чествовали кричали спасла победителю и так далее кто из вас понимает о том что эта победа она не всегда дается легкой ценой в не как вы думаете были ли ошибки у этого победителя но победителей не это означает о том что мы готовы ради торжества этой победы мы готовы отложить всю в сторону у меня вопрос почему мы себя ведем все время как эти победители хотя не побеждаем вот друзья молитвенно размышлять это означает сказать себя о том что я не являюсь победителем но я не плохой нет послушать это не знаю planned оой и это означает что я просто понимаю что и они являюсь победителем я просто всего лишь человек. И вот в этом состоянии, какие вопросы я рекомендую вам задать себе? Первый вопрос, друзья, а каков градус твоих отношений с Богом сегодня? Каков градус? Какой градус твоих отношений? Кто мне скажет, какая температура кипения воды? 100 градусов. При какой температуре надо варить яйца? А при температуре 23 градуса, когда они сварятся? Нет, вы ошибаетесь. Они вообще никогда не сварятся. Вот в чем проблема. Потому что это холоднее, чем температура окружающего воздуха. Они же так не варятся. А при 23 градусах вообще не сварятся. И если они вообще не сварятся, то вопрос, а что я делаю там? Понимаете, точно так же температура наших взаимоотношений с Богом. А каков градус моих взаимоотношений с Богом? Каков он вообще? А насколько он? А я вам объясню, почему это важно. Ответ на этот вопрос он определяет то, где сегодня находится Бог в вашей жизни. Второй вопрос где в лодке твоей жизни находится Иисус? На корме? На носу? Рядом? Я не знаю. И где вы находитесь вместе с ним? У некоторых людей примерно это выглядит так. Если вот вы читаете эту историю, примерно как у них выглядит. Я за рулем, а он на корме спит. И если что-то произойдет, я его разбужу. А так я сам. Я сам. Оно так не работает, друзья. Третий вопрос. А на что хватает твоей веры? Вы помните, когда Иисус проснулся, что он им сказал? Говорит, где ваша вера? Где ваша вера? На что хватает твоей веры? Бежать к Богу, когда все пропало, или увлеченно общаться с Ним, когда среди обстоятельств твоей жизни на небе еще нет ни облачка? А на что хватает твоей веры? Еще раз повторяюсь, друзья. Иисус заснул? Он почему-то заснул. Кто из вас помнит? Евангелие от Марка, 1 глава. Написано, Иисус ушел и пробыл всю ночь с Богом. Как вы думаете, после всеночной, после всей ночи в молитве с Богом, хочется спать утром или нет? А кто мне скажет, что сделал Иисус, когда Он пришел после этой ночной молитвы? Он начал общаться с учениками, а потом вообще пошел служить. То есть, может ли Иисус не поспать, если с Ним разговаривают? Да. Но Он спал. Я отвечаю себе на этот вопрос. Может, и в моей жизни Он спит иногда? Я вам хочу сказать, наверное, иногда бывает такое, что и спит. Четвертый пункт. Почему Христос в лодке твоей жизни спит? Почему Его присутствие находится в сонном состоянии? Почему Он как лягушка, вот знаете, ночью, зимой? Знаете, кто знает, куда деваются лягушки зимой? Они все умирают, а весной они все воскресают, да? Они впадают в зимнюю спячку. Иногда они замерзают. Причем, вот вы возьмите лягушку, если вы ее возьмете, поместите в сосуд с водой, поместите в морозилку, и там она будет при температуре минус 5, потом вы разморозите, и она оживет. Они впадают в сонное состояние. У них весь организм, все функции организма, они... Вот я вам хочу сказать, друзья, почему Божье присутствие сегодня в жизни, вот надо задавать себе вопрос, спит или не спит, а я не знаю. А я не знаю. А надо задавать себе этот вопрос, правда? Хорошая мысль. Идем дальше, друзья. Друзья, я абсолютно убежден, абсолютно убежден, что многие из нас с вами, если мы себе ответим честно на эти вопросы в молитве, я уверен, наши с вами отношения с Богом, они чуточку изменятся. Кто понимает уже это теперь? Что где-то, как-то оно изменится. Я хочу вам прочесть одно интересное место из Писания. О нас с вами, кстати, повторяюсь. О нас с вами. Евангелие от Луки, 9 глава, 32 стих. Мы как-то недавно, я проповедовал, у нас была проповедь на эту тему, помните, о горе преображения мы говорили. И вот, друзья, смотрите, интересный момент. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его, то есть Божью, и двух мужей, стоявших с ним. Смотрите, друзья, это же она с вами. Скажите мне, Петр, Иисус идет в Гефсиманский сад, ночь страданий, перед взятием его на крест, перед муками и так далее. Скажите мне, пожалуйста, что сделал Петр с учениками в Гефсиманском саду? В монотонном пребывании. Я в нирване. И то же самое здесь, смотрите, что делает Петр. Читаем, пошли на гору преображения. Петр были и бывшие с ним отягчены были сном. Кто-то скажет, ну это ладно, ну там же Иисус спал в той истории, а какая разница, кто спит? Все равно вы же не с ним. Вы понимаете, друзья, вот, это как бы, я не знаю, как это вам объяснить? С другой стороны. Вы женаты. 15 лет. 20. Нет, давайте лучше. 30 лет. Чтобы наверняка, чтобы прям до гробовой доски. 30 лет вы женаты. И за 30 лет кто понимает, что иногда приходит такой момент привыкания? А вот представьте себе, вы муж, вы утром проснулись, вчера вы просыпались, она не так поставила кофе, она не так помыла тарелку, она не так подмела, она не так сложила вещи, она не так убрала. Все не так. И все не так, и все не то, и все вообще плохо, все. И вот вы утром просыпаетесь, внимание, а ее нет. Все. А кому это? Сам с собой же ты не будешь разговаривать. Не, ну ладно, еще первые 15 минут, ну, не туда поставила. А кто понимает, что к вечеру будет? Ты где? Где мои носки? Где ты? Слушайте, это смешно, конечно, но это картинка, чтобы мы с вами запомнили лучше. Понимаете, почему эти люди, проснувшись, они говорят, мы погибаем? Они, друзья, они забыли. То же самое Петр, он проснулся. Ой, а давайте здесь палатки сделаем. Заметьте, палатки, я думаю, он сказал, палатки, там, ну, все, и вот чтоб там спать еще. Мы же так, вот смотрите, ну, хорошо. У кого бывали моменты духовного пробуждения такого в жизни? У кого бывало? И когда у вас духовное пробуждение, что вам казалось? Так будет всегда. Все, все. Ох, детское служение приезжали, я помню, после первой поездки. Пастор, так классно! Я через неделю собираю, говорю, слушайте, надо еще через две недели поехать. Не, не, они, ой, пастор, ни у кого что-то не получается. А слушай, неделю назад готовы ехать были хоть каждый день. Кто знает такое, когда вы на конференции побывали где-то, помните этот момент? Ретрит какой-то, пост, мы отсюда уходить не хотим. Ушел через полдня, пошли еще на пост. Не, ну, ты понимаешь, ну, проблемы сейчас в жизни, я сейчас, ну, ну, слушай, ну что ты? Ну, у нас же так в жизни, ну, давайте будем честными. То же самое с Петром. Проснулся, пробудился, восхитился, говорит, давайте здесь делаем и здесь спать будем. Иисус говорит, да, нет, 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 мы вниз пойдем. Знаю я вас, говорит, вы здесь делаете себе палатки, говорит, я вас потом здесь, говорит, я вас потом пушкой не разбужу здесь. Вы же понимаете, друзья, вот мы, еще раз говорю, ну, ходили они годами в этой, ходили с Иисусом, ходили, ходили, сели в лодку и пусть спит, пусть спит. Чего утруждать Бога? Мы сами справимся сейчас. И как дал шторм, когда эту лодку начал трусить, я, ну, чтобы вы понимали, я не знаю, что такое вот, они испытали, честно. Я был, мы были, когда вот плыли на пароме, помнишь тогда, мы плыли, был 7 баллов шторм. Вот просто, чтобы вы понимали, примерно так, я лег вот на эту вот коечку, там, каюта такая, вот на эту коечку, у нее вот такой бортик, вот такой высоты, вот как раз вот где-то вот примерно. У меня вот такой бортик, и я, значит, вот, знаете, нормально в стеночку, а сюда ты вот так аж рукой туда перевалишься, потому что вот это огромный корабль, на этом корабле 6 или 7 палуб, туда заезжают вниз поезда, а они на лодке в шторм, туда поезда заезжают, друзья, туда заезжают вначале, первые два этажа это поезда, потом идут грузовые, фуры заезжают штук по 300, фур, потом заезжают легковые автомобили, наш автомобиль где-то там припарковали, там какая-то палуба, я потом ходил, его искал, где-то его искать, потом следующее идет, там идет палуба, бассейны, какие-то казино, ну вот-вот, потом идет отдельно палуба, куча палуб с едой, потом идет две палубы каюты, и потом верхняя палуба, на ней можно гулять, ты когда выходишь, я вниз смотрю, думаю, господи, хоть бы не упасть, бы высоко, так вот всем балов, это огромный корабль, вот так вот, вот так ходил. Я вам честно скажу, я проснулся, я прям проснулся, я так лежал, глаза закрыл, а сам такой, ну господи, в руки твои отдаю душу мою, потому что в этот момент ты понимаешь, что он давно уже спал в твоей жизни, он давно где-то заснул. Смотрите, друзья, я хочу, чтобы вы, ну я не знаю, если у вас есть телефоны или ручки, возьмите, я хочу некоторые вопросы вам сегодня задать, которые вам стоит подсказать, вам стоит задать эти вопросы себе, возьмите, серьезно я говорю, возьмите ручки, возьмите телефоны, позаписывайте себе эти вопросы, они вам пригодятся в жизни, поверьте. Первый, друзья, вопрос, который вам надо задать себе, а куда ты плывешь? А куда ты вообще плывешь? Вот есть твоя жизнь, есть лодка этой жизни, а куда ты плывешь? Что ты хочешь? Ну, куда ты плывешь? Первый вопрос. Второй вопрос, который я рекомендую задать вам себе, кто или что окружает твою лодку сегодня? Они плыли в море, но они обратили внимание, что море глубокое только тогда, когда начался шторм. Они же не переживали, когда сели в лодку об этом? Не переживали. А вообще, а где ты сегодня находишься? Что вокруг тебя? Что окружает тебя? Задайте себе вопрос, кто окружает тебя, кто окружает твою жизнь? Какое окружение твоей жизни? Следующий вопрос. Кто или что наполняет твою лодку? Кто или что наполняет твою лодку? Вообще, чем ты живешь? Я заметил, многие верующие люди, они очень переживают о том, что их жизнь развивается не по тому сценарию, как им хотелось бы. Но у меня вопрос, а она не может развиваться по-другому весь сценарию? Она же не может развиваться по-другому сценарию. Потому что те, кто наполняют твою лодку, они вообще не в той теме. Следующий вопрос, друзья. Чем ты занимаешься, пока плывешь? Вы знаете, что для большинства людей их жизнь, она складывается из того, что им надо сделать. Но когда приходит шторм, они вдруг понимают, что на самом деле важно. Ну вот давайте я приведу вам пример. Есть человек, который вот, например, люди, знаете, такие, есть такое. Я строю бизнес. И вот, давайте, что далеко ходить? Стив Джобс, да? Айфоны. Apple. Стив Джобс. Он строил бизнес. И... Кто из вас помнит, чем занимался он уже перед самой своей смертью? Лечился. Лечился. Вот я задаю вопрос себе. А чем ты вообще занимаешься, пока плывешь? Зачем ты плывешь? Вообще, зачем твоя жизнь? Что ты там делаешь в этой жизни? Следующий очень тоже немаловажный вопрос. Какое место ты уделил Божьему присутствию в этой лодке? Какое место ты уделяешь Божьему присутствию в этой лодке? Насколько его там много, мало, есть, нету вообще? Следующий вопрос. А что делает Христос в твоей лодке? В лодке твоей жизни вот ты плывешь, а где Христос? И что он делает? Сегодня. И последний вопрос. А почему ты не рядом с ним в его присутствии? Хороший вопрос, правда? Почему ты не рядом с ним? Почему он на корме, а ты за рулем? Прочитаю вам одно место из Писания интересное. Книга Иова, 22 глава, 21 стих. Сблизься же с ним. И будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Друзья, в этом году мы говорим о Божьем присутствии. Но я не хочу говорить о нем обывательски. Я не хочу, знаете, сказать, о, присутствие Божье такое классное, приди туда, и у тебя все будет классно. Слушайте, оно так не работает. Я вам серьезно говорю. Оно так вообще не работает. Я сегодня утром проснулся, когда проснулся с одной интересной мыслью. Эту мысль для себя даже зафиксировал. Так я люблю иногда в Фейсбук, он некоторые моменты помнит. Я для себя зафиксировал эту мысль в следующем формате. Если ты хочешь переживать Божье присутствие в своей жизни ощутимо, реально и сверхъестественно, тебе стоит сделать две простые вещи. Первое. Перестать постоянно искать в Библии подтверждение того, что ты настолько значим для Бога, что Он будет делать ради тебя все. И второе. Начать видеть в Слове Божьем то, насколько величественный значим Бог, а не ты. И все остальное приложится. Вы понимаете, друзья, когда мы говорим о Божьем присутствии, я хочу, чтобы вы понимали, ключевым является в Божьем присутствии не попытка захомутать Бога местами из Писания, заставляя Его через эти места Писания делать то, что нам сегодня с вами нужно. Нет, нет, вообще нет. Ключевым для того, чтобы понять, что такое Божье присутствие, нужно отойти в сторону самому, сделать шаг в сторону и сказать, Господи, каков Ты, что Ты хочешь делать. Знаете, я вот думаю, не зря Бог дал нам этот пример, вот этот сегодня из истории, лодка. Ведь вот действительно, слушайте, лодка это же прообраз нашей жизни. Вы понимаете, что иногда вы плывете по морю, а под вами глубина, может быть, глубина Марианской впадины 12 километров. Послушайте, 12 километров. Это высота, на которой летают самолеты. Вы понимаете, что иногда мы плывем, и ты не можешь коснуться дна, то есть ты не контролируешь вообще никак свою жизнь. Мы с вами вообще никак не контролируем свою жизнь. Это правда ведь. Это чистая правда. Но почему тогда, друзья, если мы осознаем до конца, что мы не контролируем, почему Иисус спит в нашей лодке? Почему единственное место, которое нашлось для Него, это где-то там, на корме, сзади. Я хочу вам сказать, что Бог хочет бодрствовать. Он желает, Он любит бодрствовать. Именно поэтому Он сказал, не могли бы вы бодрствовать со мной хотя бы час? Бог очень сильно хочет бодрствовать в жизни каждого из своих детей. Сегодня в твоей жизни, сегодня посреди этой войны, Бог хочет бодрствовать. Он хочет бодрствовать. Он не хочет спать. Он хочет быть живым. Я сегодня дал вам некоторые вопросы. Я очень рекомендую вам, подумайте, поразмышляйте молитвенно, глубоко, серьезно, поразмышляйте над этими вопросами. Кто-то скажет, у меня с этим все в порядке. Не вопрос, все равно поразмышляйте. Если вы будете размышлять молитвенно, у вас в сердце придет что? Покой. Ты сблизишься с ним, ты сблизишься с ним, и тебе придет в сердце мир и покой. Я хочу, наверное, сегодня оставить нас с вами с этими мыслями. Не потому что, ну, знаете, дальше нечего сказать. Можно много еще о чем говорить, но я бы хотел, чтобы сегодня вот мы с этими мыслями, мы пошли домой. И в течение следующей недели, чтобы мы с вами периодически возвращались к этой проповеди. Чтобы мы брали свою жизнь, брали себя, свое сердце и снова сращивали с этой проповеди и говорили, Господи, что-то как-то вот, как-то так. Почему, друзья, я вам хочу сказать, потому что, внимание, потому что Бог, Он сегодня в твоей лодке не хочет спать. Он не хочет спать. Бог хочет в твоей лодке бодрствовать. Он хочет, чтобы ты бодрствовал вместе с Ним. И Он хочет, чтобы вы вместе в этом увлекательном путешествии из пункта А в пункт Б провели его интересно, увлекательно, за оживленной беседой и живым общением друг с другом. И тогда, когда вы придете в пункт Б, в конечный пункт вашего назначения, когда вы скажете, течение совершил, веру сохранил, вы будете испытывать внутри радость и удовлетворенность. У вас не будет страха, не будет ужаса, не будет паники, не будет переживания, внимания, не будет сожалений. У вас будет, оглядываясь назад, вы скажете, слушаю, ну прикольно, прикольно, это очень интересно. Давайте каждый склоним сейчас свою голову. Я думаю, что есть нам о чем поразмышлять и поговорить сейчас с Богом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа Божьего, мы сегодня благодарим Тебя. Мы славим Тебя, мы восхваляем и возвеличиваем Тебя, Господь, превозносим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, снова и вновь, и вновь, и вновь мы благодарим Тебя. Но, Господь, я прошу Тебя сегодня, чтобы Ты помог каждому из нас, чтобы Ты помог нашим сердцам, нашим сердцам. Господь, сегодня понять по-настоящему о том, что Ты сегодня в моей лодке, и Ты настолько велик и силен, что ты по-прежнему повелеваешь этим штормам. Ты не изменился ни на мгновение, ни на секунду, Господь. Ты ни на секунду не изменился. Ты не стал более слабым. Ты не стал более невозможно каким-то что-то сделать. Господь, ты есть тот, которому по-прежнему повинуются штормы и ветра. Господь, я прошу тебя сегодня, пробуждай сегодня сердце и жизнь каждого из нас. Жить, чтобы, Господь, в твоем присутствии. Чтобы жить по-настоящему в твоем присутствии. Чтобы от Него радоваться, вдохновляться, им направляться, им жить, им торжествовать, Господь. Во имя Иисуса Христа. Тебе слава, Тебе величие и хвала. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.